Человек, который знает, который знает сердце Господа Бога и тот, который будет вместе с сердцем Божиим. У такого человека будет получаться во всех его делах. Люди удивляются, смотря на меня. Из города Гангчжу приехало 40 журналистов, чтобы взять у меня интервью. А несколько человек собрались также в городе Пусан и брали у меня интервью. И многие телерадиокомпании из-за границы просят, чтобы я дал им интервью. Знаете, о чем я им говорю? О том, что нужно быть единым сердцем Божиим. Однако, поскольку люди долгое время жили эгоцентричной жизнью, во многих делах они принимают свои мысли и находятся в своих мыслях. Когда я общался с президентом Парагуая, я сказал, когда вы будете с единым сердцем Божиим, «Во всех ваших делах Господь Бог будет помогать». Господин президент Парагуая Фернам Доллу стал известным. Знаете, и он стал главным. Когда он был правящей партией, тогда у него партия была маленькой. А сейчас его партия стала очень большой, и он продолжает работать для Парагуая. Я говорил о том, что нужно быть единым сердцем Божиим. Казалось бы, очень простая вещь. Не важно, что говорят мои мысли. Оставляем свои мысли и принимаем Слово Бога. Тогда сердце господина президента тоже будет сердцем Божиим. И Господь Бог будет помогать во всех ваших начинаниях. Господин президент Парагуая очень внимательно слушал мои слова. И я объяснял, как мы можем быть едины с сердцем Божиим. Что бы ни сказал Иисус. Нужно оставить ваши мысли. И нужно принимать Слово Иисуса. Я рассказал ему эти слова. Был человек, который болел 38 лет. Иисус сказал, «Встань, возьми посев этого и уходи». Сердце, которое было у человека, который болел 38 лет, говорит о том, что я не могу ходить. Но когда Иисус будет для него значимым, когда Слово Иисуса победит мои мысли, если же я занимаю высшее место, чем Иисус, мои мысли победят Слово Иисуса. Это очень простая закономерность. Поэтому, когда я открыл Слово Библию, я показал то место, где Иисус говорит, что Он оправдал нас. Хотя вы, когда смотрите на себя, вам кажется, что у вас есть грехи. Однако Иисус же говорит, что, господин Президент, вы получили прощение грехов и омылись. Когда скажите, пожалуйста, вы должны сказать, что вы грешник, или же вы должны сказать, что Иисус очистил вас. Когда я пояснял эти вещи, вдруг господин Президент покраснел, и слезы начали наворачиваться у него на глазах. Он взял крепко мои руки, и он был очень сильно впечатлен и сказал, что мои грехи прощены. Так я впервые в моей жизни передал Евангелию господину Президенту. И с того дня мы стали друзьями. Когда закончился срок правления, мы его назначили советником организации Айваев. Господин Парагуая и господин Бенина, они являются советниками организации Айваев. И представляете, Министерство по иностранным дел приходили, чтобы проверить этот вопрос. И в этот момент как раз Президент Парагуая находился у нас в гостях. И тогда, проверив, они ушли. И с того момента Господь Бог действовал у него. Через год... Знаете, ежегодно в феврале я еду в Парагуаи проводить молодежный лагерь. И на протяжении четырех лет я бывал в феврале в резиденции Президента. Но спустя год после нашей первой встречи господин Президент заболел болезнью рак. Его не могли вылечить в Парагуаи, поэтому он поехал в Бразилию. Президент Бразилии позвонил руководителю больницы и попросил, чтобы он вылечил Президента Парагуая. И в то время Президент Парагуая поехал в Бразилию вместе с депутатом, у которого была схожая болезнь. И господин Президент умирал. Он не мог говорить. В резиденции Президента Парагуая уже искали наследника Президента Парагуая Луго. Об этом с большей спорой. Но господин Президент, когда мы с ним встретились, он рассказал мне. Он вдруг растянул свою рубашку и показал мне рану. Работники больницы Бразилии, они сопроводили три совещания. И на последнее совещание, где собрались врачи, было обсуждение, в котором говорилось о том, что мы не можем выявить причину болезни Президента. И мы не знаем, что нам делать дальше. Одна девушка встала. И о чем же она сказала? В данный момент мы провалили операцию господина Президента. Господин Президент приехал к нам и шел. А сейчас же он не может даже встать. Он не может даже прийти в себя. И проблема заключается в том, что метод лечения, который мы используем, он не лечит господина Президента. Наоборот, его состояние только ухудшается. Однако мы продолжаем использовать этот метод. И еще немного, и господин Президент может умереть. Мы очень неправильно работаем. И когда услышали слова этой женщины, коллеги врачей начали иначе размышлять. Да, действительно, тот метод, который мы сейчас применяем, не лечит господина Президента, наоборот, убивает его. Однако мы продолжаем использовать этот метод. Если мы продолжим так лечить господина Президента, он умрет. Почему же мы не меняем наш метод лечения? Ведь нам говорят, что мы сейчас неправильно лечим господина Президента. И затем они начали говорить между собой, А как мы должны лечить господина Президента? Давайте начнем заново. Будем считать, что господина Президента только сегодня привезли к нам. И давайте проведем проверку с самого начала. И перенесли его в специальное помещение. И начали проверять, где причина болезни. И обнаружили болезнь, которая находилась рядом с сердцем. Провели операцию. И спустя всего лишь один день Господин Президент заговорил снова. И он смог ожить. Смог вернуться в Парагуай и управлять страною. Господин Президент рассказывает мне, «Даже если я иду по полю смерти, я не убоюсь, ибо Господь со мною». Депутат парламента, который поехал в Месси в Бразилию с тем же болезнью, он умер. Я же приехал живым. Но коллега же умер. То, что я был сердцем Господа Бога, спасло меня. Действительно, то, что Господь Бог ежедневно делает для нас. И как Он ведет нас. Порой мы можем этого не знать. И часто мы заняты своей жизнью. Но даже если мы получили прощение грехов, поверили в Господа Бога, если спасение наше кажется незначительным, если церковь для нас неважная, то у таких людей нет силы, которая может удержать их сердце. Потому что если церковь незначительна, почему он будет ломать свое сердце перед церковью? Если человек понимает, насколько драгоценно это спасение, если он понимает, насколько дорого то, что мы имеем церковь, тогда оставлять свое будет проще простого. Желание пить алкоголь, следовать за плотью, жить распутной жизнью. Все эти желания для него уже не будут проблемой. Самое страшное для служителей – это высокомерие. тогда, когда они думают, что они умеют что-то делать, то, что они думают, что они хорошо делают, от этого нет лекарства. Если он считает, что он делает хорошо, тогда служители вокруг него кажутся незначительными. Церковь становится маленьким для него. Затем Иисус становится для него маленьким. И Бог становится для него маленьким. И даже если мы говорим, что так нельзя делать, то ничего не может удержать его от неверия. Нет способа, чтобы удержать его от распутной жизни. Я общаюсь с многими служителями. И они говорят, да, 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 они даже знают. Но для тех, у которых свое мнение важнее, для них очень трудно поститься, для них стыдно, и им трудно отдавать свои средства, время, им трудно отдавать свою жизнь, для них трудно и евангелизировать даже. Но то евангелие, которое Господь дал нам, это благодать, которую Господь Бог дал нам, спасение, которое Он нам дал. Тот человек, который знает, насколько эти вещи ценные, для них контролировать себя будет очень просто. Отдавать себя как Господу Богу будет очень просто. Однако дьявол действует в сердцах многих людей. Вот смотри, через тебя некоторые получили спасение. У тебя есть плоды. Ты хороший человек. Постепенно этот человек становится высокомерным. Тот, который стал гордым. Для него сломать свое желание. У него не будет силы сделать это. Знаете, я был очень некрасивым человеком. Я был незначительным человеком. Я был благодарен Иисусу, который очистил мои грехи. «Знаете, что сделал господин президент Парагуая после встречи со мной?» Наверное, вы не знаете. Но что я знаю. Где-то 10 минут мы ехали уже из резиденции президента. Секретарь президента позвонил мне и сказал, «Господин президент будет сегодня вечером участвовать на мероприятии Айваев». Получил спасение. Он получил такую большую радость, что отменил все встречи. И он провел время вместе с нами. Прошло еще 10 минут после первого звонка. Секретарь сказал, что господин президент приказал 26 министрам страны, чтобы все они участвовали в лагере Айваев сегодня вечером. В тот вечер я сидел рядом с господином президентом. И вместе с министрами мы проводили библейский семинар. И господин президент очень радовался слушать слова. И он даже не собирался уходить. Он подошел к хору и разговаривал с ними, со всеми поздоровался, сфотографировался, веселился. И он был очень рад у господина президента. То спасение стало драгоценным. До сих пор, когда мы встречаемся, когда в этом году я был в Парагуае, он помог, чтобы я встретился с президентом, который правит сейчас. Также выделил специальный автомобиль для меня. И все, что было связано с моим планом, он организовал. Мы вместе проводили время, вместе обедали, вместе беседовали. Дорогие братья и сестры, мы. Скажите, что ведет нас? То, что находится в центре нашего сердца, будет вести нас. Но те люди, которые в благодати Иисуса Христа получили спасение, когда становятся гордыми, когда их сердце становится высокомерным, то для них стать смиренным перед Иисусом очень сложно. Принести жертву Господу Богу становится сложным. Молиться становится очень трудным делом. И жертвовать своим временем становится очень сложно. И евангелизировать становится для них трудностью. Разве такого грязного человека, как я, который должен был погибнуть? Иисус на кресте, проливая свою кровь, умер. И не только это. Он взял всю ответственность на себя за нас. Вчера с братьями мы изучали книгу Эсфирь, когда я передавал слово. Знаете, о чем я сказал? Есть слова Артаксерса, которые он сказал Эсфире трижды. Когда Артаксерс сидел на своем троне, все знают, что если прийти к царю без приглашения, если ждет смерть только. И Эсфирь, хотя она была царицей тридцать дней, она была не звана царем. Артаксерс сидел на своем троне и смотрел в сторону двери. Наверное, он размышлял о многих политических вещах страны. И сразу было видно, что открывается дверь. Он думает про себя, интересно, дверь открывается? Кто же это входит? Я же никого не звал. Ведь ждет его одна смерть. Кто же это входит? Ведь он погибнет. И он увидел, что это зашла Эсфирь. Царь был сильно удивлен. Он сразу протянул золотой скипетр. Иначе Эсфирь погибнет. Эсфирь подошла и коснулась конца скипетра. Это значит, что ей даруется жизнь. Мне кажется, она проверила, действительно она спасена или нет. Затем Артаксерс говорит. Она, рискуя своей жизнью, пришла ко мне. Интересно, из-за чего она пришла ко мне? А он уже не хотел ни о чем другом слушать. Ему стало любопытно, из-за чего Эсфирь пришла к нему? «Царица Эсфирь, что тебе и какая просьба твоя?» Об этом он спрашивает у Эсфири. Конечно, он сказал так. «Царица Эсфирь, что тебе и какая просьба твоя?» «Даже до полуцарства буду дано тебе». «Даже если ты попрошишь полуцарства, я готов дать тебе». Тогда Эсфирь сказала. «Я приготовила пир для тебя, царь. И если царю благогодно, пусть придет царь с Аманом на пир». И тогда царь говорит. «Позовите Амана». И так они участвуют в пире, который приготовила Эсфирь. «Но царю не интересен этот пир». Царю интересно, за что же Эсфирь рисковала свою жизнью? Ему было интересно, что же мучила Эсфирь, что она, рискуя своей жизнью, открыла дверь внутреннего дворца. Он спрашивает у нее. «Царица Эсфирь, какое желание твое и что тебе?» «Полуцарство я готов отдать тебе». Эсфирь сказала. «Если я нашла благоволение в очах твоих, если царю благогодно, то завтра я также устрою пир. И завтра приходи на пир. Тогда я расскажу мое желание». И так закончилась встреча. В тот вечер царь не мог уснуть. Естественно, как он может уснуть? Ведь он не знает, почему царица, рискуя своей жизнью, пришла к нему. Царица сказала, что завтра я скажу. И тогда царь приказал читать дневник. И о чем там было написано? О том, что когда два евну хотели убить царя. Мардахей об этом доложил и таким образом спасли жизнь царя. Царь был удивлен. «А, точно, ведь было это событие. Стоп, остановитесь». Слуга остановился. Царь спрашивает. «Какая дана почесть и отличие Мардахею за это?» Но ему сказали. «Ничего не сделано ему». «Что?» «Человеку, который спас мою жизнь». «Получается, я даже не поблагодарил?» «Что же мне нужно сделать Мардахею и отблагодарить, что он спас меня?» И в этот момент пришел Аман, который хотел получить разрешение казнить Мардахея. Царь спросил, «Кто на дворце?» Сказали, «Аман». «Хорошо, позовите Амана». Аман вошел. И царю было очень радостно. Аман участвовал в пире. И завтра будет участвовать. Аману было очень хорошо. Царь спрашивает у Амана. «Есть человек, который радует меня. И что мне сделать, который сделал хорошее?» Аман подумал. «Царь поставил меня на самое высокое место. Царица пригласила меня на пир. И завтра я также буду участвовать на пире». «Так кто, если не я, которого царь хочет отличить с почестью?» «Интересно, что же я хочу?» «Да, у меня много сыновей. У меня есть большое богатство и власть. Но мне хочется надеть трон царский. Хочется надеть одежду царской и сесть на коня царя». И Аман открыл свои уста. «Тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесет одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на которого ездит царь, и возложат венец, и пусть первый князь царский ведет и говорит». Когда мы читаем Библию, так удивительно здесь написано. Царь чувствует в своем сердце. Вот Аман. Он хочет надеть царский трон. «Аман, ты хочешь надеть царскую одежду. Ты хочешь ездить на коне, на котором ездит царь». Другими словами, он хочет забрать мое место. «Однако царь ничего не сказал». «И сказал». «Тотчас же возьми одеяния и коня, как ты сказал, и сделай это Мардахею, сидящему у царских ворот. Ничего не отпусти из всего, что ты говорил». Аман был очень сильно удивлен. Знаете, о чем я хочу вам сказать сегодня? Были многие люди, которые противились мне. В чем же причина? В чем же причина? Сатана искусил их. Я видел, как в конце концов Господь Бог перекрыл пути их. Я никогда не старался им навредить. До сих пор есть люди, которые пишут мне письма, и говорят, что «Вот, ты все воруешь. Сколько ты украл денег церковных». Когда я смотрю на них, мне так жалко их. «На суде». Ведь было доказано, что я не виновен. Кто-то говорит, что «я заплатил суде». Кто видел, чтобы я платил суде? Как такое возможно? Те люди, с которыми мы вместе молились, читали Библию и изучали Слово. Но тот человек, чье сердце высокомерное. Они служат не Слово Господа Бога, а Слово Дьявола. Только то, что им приятно. То, из-за чего мне жалко их. Это то, что я им говорил, что так нельзя. Что у них не получится тогда вести духовную жизнь. Что таким образом ты впадешь в грех. То, что тебя может удержать, это только Слово. Ты должен слушать Слово. Ты должен верить в Слово. Однако тот человек, который верит в себя, у него не получается. Он не может контролировать себя. И первое, что происходит у человека, который верит в себя, это то, что он не может контролировать сам себя. Не может повиноваться Иисусу. Да, мы получили удивительное спасение. Но когда человек становится гордым, для него спасение становится незначимым. И кажется, что спасение есть или что его нет. И моё мнение становится важным. И хочет жить так, как ему хочется. И пренебрегает Словом Божиим. К Риммали нам, 8 глава говорит нам. Это слова не только гордому человеку. Тот человек, который следует за Словом Господа Бога. находится в гонении. Его ругают. Лже свидетельствуют против него. К такому человеку Господь Бог написал в послании к Риммлянам, 8 главу. «Кто обвинит избранных Божих?» 33 стих. «Кто будет обвинять избранных Божих?» Бог оправдывает их. Не просто слушайте это слово. Мы — народ Божий, который получил искупление крови Иисуса Христа. Никто не может обвинить. Никто не может стать противником. Только те, которые принадлежат Сатане. Как Павел не узнавал, Иисус воскресе или нет, а просто считал, что те, которые говорят так, еретики, и начал устраивать гонения против них. Так же дьявол дает мне множество мыслей. Если мы не будем приводить порядок в наших мыслях через слово, тогда мысли, которые дает дьявол, будут вести нас. И впоследствии мы будем противиться церкви. И будем идти по своему методу. И сами будем не понимать, что мы делаем. И очень часто бывает так с людьми. Но это слово Бог говорит именно не таким людям, а тем людям, которые страдают во имя Иисуса Христа. «Кто будет обвинять избранных Божих, Бог оправдывает их?» Бог говорит, что никто не сможет обвинить нас. 34 стихе. «То осуждает. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесной Бога. Он и ходатай стоит за нас». Да, против нас было множество гонений, много лжесвидетелей. Но я не могу не верить этому слову. Никто не может осудить нас. Никто не может обвинить нас. Потому что Бог так сделает. Посмотрим 35 стих. «Кто отлучит нас от любви Божьей, скорбь или теснота, или гонения, или голод, или нагота, или опасность?» Тем, кто во Христе Иисусе, те, которые находятся вместе с Иисусом Христом, даже если есть скорбь, теснота, гонения, голод, нагота, опасность и меч. Все это проявит только свет Господа Бога. Когда мы ходим в церковь, дьявол очень хитрым образом приходит к нам и делает, чтобы мы чувствовали бремя, чтобы нам не хотелось читать Библию, чтобы мы не хотели молиться, чтобы мы не хотели быть вместе с церковью, и чтобы мы хотели следовать за нашей плотью. Но люди, которые действительно любят Господа, они не могут жить подобной жизнью. Высокомерный человек, для которого церковь и Евангелие не имеют большого значения, этот человек будет заботиться больше о себе, чем думать о Господе Боге. Когда мы идем в сторону Евангелия, никто не может обвинить нас. И когда мы входим в этот этап, Иисус становится нашим истинным Богом. И всемогущий Господь Бог начинает действовать у нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Ничто. Это удивительное слово. Давайте посмотрим 37 стих. «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Дорогие братья и сестры, я очень часто удивляюсь. Во время пасхального собрания, в каждом собрании 2 миллиона человек слушали слово. Когда мы в Европе начали проводить движение СЛФ, первый день я передавал слово, потом собрались второй раз и обсуждали некоторые важные организационные вещи, и многим пасторам было неудобно. Да, они говорили, мы хотели слушать Слово. И они попросили, чтобы, когда мы собираемся раз в месяц, чтобы я передавал им Слово. И на второй, третью я передавал Слово. Я сказал им, «Я хочу поехать в Европу и встретиться вместе с вами. А также я хочу пригласить вас в Корею». Когда закончится ситуация, связанная с вирусом, я хочу пригласить вас в Корею. И давайте вместе будем обсуждать это драгоценное Слово. Я слышал свидетельства, как они получили спасение. Конечно, я не слышал свидетельства всех, однако они все были очень сильно впечатлены, получив спасение. И в ближайшем году мы хотим открыть 20 телерадиостанций, чтобы транслировать не только Слово Пастору Ксупака, но и также Слово Пастора Ли Мичоля, и Слово Пастора Ким Ди Хон, и Слово Пастора Ли Хон Мока, и Слово Пастора Па Ганг Чжу. А также среди наших миссионеров, которые служат в разных уголках мира, я видел, что у них есть драгоценное Слово, которое дал им Бог. Да, конечно, иногда есть люди, которые говорят красиво, но в душе ничего не имеют. Мы хотим показать тот мир души, который Бог нам дал. И Сан Гу говорит, чтобы мы рекламировали наше собрание, которое проводим в субботу, чтобы люди, где бы они ни находились, могли слушать это Слово. И говорят, почему мы транслировали только Пастору Ксупака? И несколько месяцев тому назад я сказал, чтобы пастор Ли Мин Чжой, пастор Ким Дзюнг и пастор Ли Хон Мок изучали английский язык. И сейчас они очень усердно изучают английский язык. Я сказал, чтобы в конце этого года начинали уже проповедить на английском. Я думаю, что когда они будут за границей, уже будут говорить на английском языке. Хотя, может, они не привыкли к этому языку. Многие служители, которые находятся в нашей церкви, есть очень много драгоценных служителей. У нас есть доктора, диалоги. Да, может быть, это формально. Но есть люди, которые имеют докторское звание. Знаете, наши служители только из-за того, что они находятся в нашей миссии, считают, что они не могущи. Можно сказать, что есть очень могущие и умеющие служители. И таких служителей становится все больше и больше. Чтобы они могли передать слово по всему миру, мы хотим использовать СМИ. И чтобы в нашей телестанции мы также транслировали слово сестринского собрания и также слово братского собрания и также показать, как мы работаем с молодежью и как мы работаем с теми, которые ходят на работу. И в городе Сонгчу есть брат, который занимается выращиванием дынь. Я передавал слово, и однажды я рассказал, как он смог новому готовить дыню. И сейчас по всему миру начали говорить о возвращении. А кто-то стоял под одним деревом и рассказывал, как прививают, так скажем, тоже к тому дереву. И пресвиктор Сонг становится все популярнее и популярнее. Это тот человек, который возродил дыню. В нашей церкви есть очень много драгоценных служителей, драгоценных пресвикторов, драгоценных проповедников. Их достаточно много. И до сих пор только пасторук-супак занимался всем. Когда придет их эпоха, их время, мы готовимся к этому времени. Многие слушатели в США В телекомпании CTN я слышал, что 150 миллион подписчиков и там транслируется не только слово, они транслируют по кабельным и также спутникам у телевидения. Да, конечно, в разное время. Но основное слово. В 9 часов вечера по неуревскому времени транслируется мое слово. Я верю в Библию. Кто обвинит нас? Никто не сможет обвинить нас. Может быть, казалось, что обвиняют нас, но никто не мог обвинить нас. Но все все преодолеваем силою возлюбившего нас. 38-й стих. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангел, ни начало, ни сил, ни настоящее, ни будущее. Потом 39-й стих. Ни высота, ни глубина, ни другая какая-то тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Из-за того, что мы были высокомерными, мы не ценили Иисусом Христом. Когда мы становимся гордыми, мы начинаем пренебрегать слугой Божией. Если мы будем гордыми, мы будем игнорировать церковью. А если церковь станет для вас незначительной, тогда у вас не будет желания отдавать свое время ради церкви. У вас не будет желания трудиться ради Господа Бога. У вас не будет желания отдавать себя ради дел Божьих. Тогда с того момента начинается этап впадения в грех. Господь Бог явил для нас удивительную благодать Свою. Я был никчемным человеком. Я был самым бесполезным человеком в мире. Я очень благодарен Господу Богу, который призвал такого, как я. Да. Было время, когда мне хотелось есть, и было, когда я голодал. Но я был благодарен Богу за то, что в моих руках была Библия, за то, что я мог открывать Библию и говорить слово другим. Какое бы дело не встретился, я видел, что Бог со мной. Каждый раз я был удивлен Божьим деньем. Я был благодарен Ему. Теперь, как мы можем нашу старость провести в счастье, когда Господь будет драгоценным для вас, и когда дела Божьи будут драгоценны для вас, тогда драгоценность Господа Бога защитит вас. Однако, когда вы будете высокомерными и гордыми, для вас Господь будет незначительным, и церковь станет маловажным. Вы будете игнорировать церковью. Тогда никто не сможет вас удержать. Ничто не сможет вас поддержать. И очень ясно можем увидеть, что такие люди очень быстро впадают в грех, когда мы живем ради Евангелия, когда мы служим Господу Богу, когда мы становимся слугами Господа Бога. Никто не может противостать против нас. И Господь Бог будет долгое-долгое время трудиться через нас. Господь, мы благодарны Тебе. Лагерь, который мы провели в мае, один миллиард человек слушало Слово. И ни раз, ни два. На протяжении 11 часов они слушали Слово. Поэтому мы говорим не один миллиард человек, а нужно умножить их на 11 раз. Они все открылись в свои сердца. Многие телерадиостанции открылись в свои двери перед нами. И где-то 20 телерадиостанций просят, чтобы мы транслировали наши проповеди у них. Даже были станции, которые говорили, что, пастор, если вы будете транслировать ваши проповеди у нас, тогда мы готовы давать часть прибыли наших. Мне кажется, что все это снится мне. В то время, когда я жил во тьме, когда я находился во грехе, я был ни к чему человеком. Но однажды я встретился с Иисусом. И 58 лет я поражился Христом. Да, я состарился уже. Но даже если я состарился и у меня сды волосы, это не значит, что сердце Иисуса изменилось. И из-за того, что у меня большой возраст, это не значит, что Иисус игнорирует мною. Наоборот, Он продолжает любить меня дальше. И Он открывает двери предо мною. И в прошлом году, и в этом году Господь совершает удивительные деяния предо мною. Сегодня я хотел сказать вам эти слова. Дорогие братья и сестры, давайте будем идти со мной той же дорогой, дорогой, в которой Бог действует. Давайте вместе жить ради Евангелия. Давайте будем жить ради Христа. Тогда вы увидите, как в тысячах ваших делах, в десятки тысяч делах Бог будет действовать. У дочери миссионера в лесу, она рушила рак. И сегодня Иисус очень подробно рассказал мне о ее болезни. И одна сестра сказала мне, что нужно этой девочке приезжать в Корею. Знаете, эта сестра приехала ко мне в офис. И говорит, по-моему, миссионер Хук не хочет отправить свою дочь в Корею. Он говорит, что нет самолетов, но я узнал, что самолеты есть. А его дочь настолько себя плохо чувствует, что не может спать ночью. И не может есть. Я молился перед Богом. И на протяжении двух дней ей стало намного легче. Я сегодня сказал, чтобы ее хорошо кормили и позволили ей спать, чтобы она могла поправиться. И чтобы на протяжении недели она смогла поправиться, я попросил, чтобы ее дочь отправили в Корею. Все наши братья и сестры, которые работают врачами и знают о ней, и всем сердцем хотят помочь ей. Я даже не мог представить, что пресвят Иисус знает об этой ситуации. Но он очень подробно мне сегодня рассказал об этой болезни и как можно вылечить ее. Я был благодарен Господу Богу. Вроде бы это чужие люди, и можно просто закрыть глаза на это. Но они так любят Евангелие, любят Господа. А также наши братья и сестры заботятся о наших миссионерах. Я верю, что Господь Бог благословит нас. Дорогие братья и сестры, читайте Библию. Кто обвинит избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорь или теснота или гонение или голод или нагота или опасность или меч. А 36 стих что говорит? «За Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас завец, обреченных на заклание». 37 стих. Да, порой бывает подобное, но «Все все преодолеваем силою возлюбившего нас». 38 стих. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангел, ни начало, ни сил, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». «Когда у нас бывают испытания, когда у нас бывают трудности, любовь Господа Бога, помощь Господа Бога без конца не сходит к нам. Поэтому все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok